Сегодня мы штурмуем скалодромы и забираемся на самый высокий вулкан Эквадора. Продаем радость и знакомимся с создателями омского мерча. Гоняем на собачьих упряжках и согреваемся на квартирнике в ЦСД. Эти собаки будто рвутся с цепи. Не побег, а забег за Кубком России. И собаки, и человек сегодня в одной упряжке. Стоит потерять контроль, и сани умчат без своего рулевого. Придется догонять собак на своих двоих. Но с поветру под лапами снежный вихрь. Четвероногие спортсмены в своей стихии. Издавна ездовые собаки помогали людям в суровых условиях севера. Перевозили грузы, а еще согревали своим теплом. Племя самоедов, оно жило обособленно, и у них были эти белые собаки. Вот так скорее. Сами собаки всегда жили с человеком, всегда жили в чуме, всегда работали с женщинами, по хозяйству, в каком плане. Обогревали детей, обогревали в том числе женщин, если это было необходимо. То есть люди спали, то есть семьи спали рядом с собаками, чтобы было тепло. Ездовой спорт на собачьих упряжках возник в Америке во времена золотой лихорадки. Сначала собаки помогали золотоискателям в поисках драгоценных металлов. Чуть позже гонки стали золотым досугом обывателей, а затем и профессиональным видом спорта. Собаки не раз спасали жизнь человека, когда требовалось привезти врача или доставить лекарства в отдаленный населенный пункт. В упряжке они могут развивать скорость до 20 км в час. Сегодня эти зрелищные соревнования проходят по всему миру. Даже собачий холод не помеха. Для хаски и маламутов минус 20 – это жара, чего не скажешь о других четвероногих спортсменах. Ведь в соревнованиях принимают участие не только северные ездовые собаки. Как и любой спорт, здесь могут заниматься люди с людьми собаками, с любыми породами. Но есть приоритетные собаки северных ездовых пород, для которых это считается главным, необходимым и просто это их жизнь. Эта трасса протяженностью 8 км. Ее четвероногие спортсмены проходят за полчаса. Напоминает бег с препятствиями. Здесь свои взлеты и падения. Даже у каюров к финалу язык через плечо. Всемиром устали, как команда. Одна. Как оцениваете шансы на победу? Я оцениваю их, как иметь место быть. В собачьих упряжках, как в танцах, важно не ошибиться с партнером. Северные ездовые породы обладают покладистым характером. Ногу пряжки могут конфликтовать. И только совместные тренировки учат четвероногих спортсменов шагать в ногу. Движение для них – жизнь. Иначе пострадают мебель и нервы хозяина. Если у собаки не будет достаточно физической нагрузки, она найдет способ, как ее получить. Вольерные собаки, они начинают разбирать вольеры, также убегают, перегрызают поводки. В квартирах, если эти собаки живут, они начинают крушить все подряд. Непослушание также на прогулках они тянут. Поэтому это вот так выливается. После двухдневной гонки можно и отдохнуть. У ездовых собак, как и у спортсменов, и мышцы болят, и нужно время на восстановление. Через месяц они снова приступят к тренировкам. Ведь это не забава, а образ жизни. Живой звук и живая беседа. Ковры со стен старых хрущевок стали театральным реквизитом. Актеры Центра современной драматургии провели «Квартирник». Импровизированная прихожая, кухня и гостиная, а сами артисты – барды. Сам формат, мне кажется, интересен в плане того, что жанр-то старый, известный. То есть, когда все собираются в квартире, сейчас вообще, мне кажется, достаточно редко люди собираются, так, как раньше. Так, как мои родители, например, собирались. Ставится большой стол, приходит много друзей, все что-то кушают, едят, рассказывают или смотрят, какие-то предаются воспоминаниям, потом достают гитару, играют на ней. Неформальная обстановка располагает к доверию то ли спектакль, то ли домашней посиделки, где каждый зритель – старый друг. У нас просто есть такая потребность дружить с нашим зрителем. Мы хотим делать его ближе к нам. На таких «Квартирниках» знакомим людей с пьесами. Редко кто читает их пьесы. Все-таки это такая литература, грубо говоря, профессиональная в плане. Обычно зрители ее смотрят уже в виде спектакля. А тут мы знакомим, когда люди слушают текст, и мы вместе с ними обсуждаем, хорош ли этот текст, болевой он ли, современный ли он. В этот вечер в театре прошла читка новой пьесы «Юродивый Иоанн» драматурга Светланы Баженовой. Сплетни, скандалы с соседями, измены и невозможность услышать друг друга. Кажется, целый мир людских страстей драматург заключила в маленький семиквартирный дом. Стоит кому-то заговорить о понимании любви, как он получает клеймо «Юродивого». Прошу сделать мне операцию на открытом сердце, извлечь всю грязь, которую я насобирал за всю свою жизнь, начиная с детских лет. Я не назову его «Юродивым», конечно. То есть это тот человек, который через слова, понятные людям, хочет донести о том, что самое главное, чтобы была любовь, мир и все остальное на самом деле не важно. Вот эта вот домашняя обстановка, как нельзя уместно, ты приходишь, ты уже по-другому настраиваешься, то есть они изначально располагают к себе, и зрители понимают, что актеры тоже люди, у которых тоже есть какая-то жизнь, и то, что там, если на сцене что-то пойдет не так, или наоборот, что-то рождается новое, то ты сразу это видишь, и ты вот пять минут назад сидел с ними на одном диване, и они пели песню. Это тоже было к этому как-то причастливо. Само пространство в этот вечер решило подыграть актерам. Как бывает в жилом доме, в театре выключился свет. Обсудить пьесу со зрителями актеры решили, блуждая в потемках, зато в компании уже близких друзей. КОНЕЦ Радость – это не только чувство, но и городской мерч. Вопреки всем ветрам, омская радость не сорвалась с крыши и заставила сомневающихся признать – она по праву на высоте. Советская вывеска стала тем самым ненавязанным городским брендом. А мечам радость дорога как символ, а еще она отлично продается. Мы можем заметить, что в местах, куда мы приходим выпить кофе, поесть, мы можем сразу купить какую-то одежду, бейсболки, шапки и так далее. Сейчас говорится о том, что если вы делаете бизнес, если вы что-то продаете, это должно тоже иметь какую-то идеологию, философию. И, грубо говоря, потребитель голосует и рублем, и тем, что он у вас покупает дополнительно какой-то мерч. То есть он не стесняется показать, что он привержен из этого бренда, и это важно. Тренд того, что в провинции люди стараются объединиться вокруг своего города – это очень здорово, это классно. И у нас в Омске мы это замечаем. Понятие «мерч» появилось во второй половине XX века в США. В России слово живет с 90-х. Вспомните старую футболку отца Нирвана. И если еще 10 лет назад люди заявляли миру о своих музыкальных предпочтениях, то сейчас все больше популярностью пользуются локальные истории и городские мемы. Омский бренд-дизайнер Лола Самборская взяла на себя смелость определить знаковые городские геолокации. У меня есть серия магнитов с местным фольклором. Никто из замечений говорит «я живу в Октябрьском районе». Все говорят «я в Невтах», «я из Амура», «я живу в Рабиках» или «я живу в Чикаго». Я живу в Чикаго. Его еще называют «Чиколдан», но это уже совсем не литературное. Но эти жаргуны, этот фольклор я собираю. Это еще одна тема для самоидентификации. Ясную поляну, на которой круглый год растут смыслы и символы, можно найти в Беднатауне. Художник Дамир Муратов и его сын Арсений, вдохновляясь промзонным пейзажем городских окраин, генерируют ироничные образы и щедро делятся ими с миром. Здесь мерч, транслятор и коммуникатор. Наше искусство понятно и пионерам, и пенсионерам. Трафарет, акрил, губка и футболка растянутая на ДСПшечке. И искусство становится ближе к телу. Есть же много заслуженных художников, известных, и многим нравятся их работы, но ты на нее можешь только смотреть, и все. Мерч как раз выступает таким инструментом, что ты можешь в разных вариациях это изображение себе приобрести. Не за суперценам, за тысячи евро, а за вполне приемлемые цены. Мы вот не гонимся за этим, типа вот, она единственная работа, оригинал и все. То есть мы как бы все равно стараемся смысл еще передать как можно дальше. Нам не жалко. Делай мерч и бросай его в воду. Делай арт и бросай его в воду. Художник Алена Шапарь прошлой осенью вместе с друзьями начала наводить в городе свои порядки. Спасать мозаику в пешеходном переходе у Дворца пионеров. А заодно и накидывать новые смыслы на плечи омечей. Девушка 11 лет занимается росписью одежды, но городская тематика увлекла ее недавно. Пришла пора задуматься о том, что если отводить себе место на периферии, то быстро привыкаешь быть аутсайдером. Что мы слышали от простых людей? Ну, для Омска пойдет. Отклеился мрамор? Для Омска пойдет. Какая-то крутая выставка, которую сделали не очень хорошо? Ну, для Омска пойдет. И эта фраза начала просто звучать очень часто, что для Омска вроде как пойдет, но на самом-то деле не пойдет. Красиво завернуть товар недостаточно. В качестве упаковки сегодня нужна философия. В эпоху избыточного потребления и обесценивания вещей на первый план выходят смыслы и эмоции, которые можно потрогать, приклеить или примерить на себя. Если раньше все мы были панки, ска, эмо, скейтеры, это все делилось на какую-то субкультурность, и мы могли, как рыбак и рыбака, видеть издалека. То есть по каким-то атрибутам мы могли определить, свой это чувак или не свой. Сейчас эту роль делает мерч. Ты видишь, что чувак в теме, и вы можете уже друг другу отдать честь. Она управляется с огромным рюкзаком столь же ловко, что и с миниатюрной дамской сумочкой. А внутри яркого рюкзака Светланы Бакулиной вещей на целый шкаф наберется. Тут и посуда, и дождевик, и даже спальник – все, что необходимо во время недельного похода в горы. Коврик, безусловно, это то, на чем можно спать, это то, на чем можно сидеть, это то, чем можно прикрывать газовую горелку. Трекинговые палки – это, конечно, то, что помогает вам идти. За что мне стыдно? Мне стыдно за свою тару, потому что вот эта вот чашка, вот эта вот чашка, она прошла со мной. Этой чашке 11 лет. На счету Светланы покорение четырехкилометровой вершины Арагац в Армении, западные Саяны и экспедиция по горизонтальной плоскости на плато Путорана, в которую ходили только женщины. И это тот случай, когда прекрасный пол прекрасно справляется с мужскими обязанностями. И даже к встрече с медведем эти девушки готовы. Если ты идешь по нехоженным тропам, естественно, ты шумишь, ты свистишь, ты поешь песни. Это необходимое условие выживания человека в природной среде. А чтобы путешествие по этим нехоженным тропинкам прошло комфортно и безопасно, опытные туристы советуют соблюдать еще несколько правил. Маршрут нужно спланировать заранее, опираясь на отзывы других туристов. Обязательно оформить медицинскую страховку. По приезду на место узнать у местных жителей о погоде, состоянии маршрута, ознакомиться с последними новостями. Если обычная сотовая связь не ловит, взять спутниковый телефон. Его можно арендовать. Зарегистрироваться в местном отделении МЧС. Указать там состав группы и время вашего путешествия. И самое главное, определиться, с какой целью вы собираетесь в поход. Задача горных туристов – дойти из точки А в точку Б. А альпинистов – покорить вершину. Все больше и больше занимаются у людей альпинизмом. Уже где можно было зайти ножками, уже, наверное, все зашли. Остались только такие склоны, на которые ножками уже проблематично зайти. Ну и, соответственно, кто там профессионально занимается альпинистом, скорее всего, им придется уже там лезть где-то по льду, там где-то по скалам. А этот вид спорта – скалолазанье. Требует самой серьезной физической подготовки. Но натренировать себя можно даже на Омской равнине, на специальном скалодроме. Тем более, что занятие скалолазаньем развивает выносливость, улучшает координацию и поможет побороть страх высоты. Лезем вверх, используем оранжевые и зеленые зацепки. Все движения вверх мы стараемся сделать за счет ног. То есть как по лестнице. А руки нам нужны, чтобы не прокинуться назад. Это правда страшно. Это тяжело. Устают очень сильно ручки. И ручки. И страшно. Горы меняют характер, уверяют психологи. Делают людей более стойкими и целеустремленными. Ведь во время восхождения туристы доказывают, они способны быть на высоте, которую сами себе выбрали. Он может отвезти вас на Эльбрус. А если сильно попросите, и на Макинли, самую высокую гору Северной Америки. Вот уже 15 лет Игорь Зданович, профессиональный альпинист из Омска, занимается спортивными восхождениями на высшие точки континентов. Недавно вернулся из Эквадора, покорил там самый высокий вулкан страны. В интервью рассказал нам об этом восхождении и о том, куда сейчас можно отправиться туристу, если уж очень хочется экстрима. Как вы выбирали именно это место для восхождения? Почему именно вот, собственно, этот вулкан? Предыдущие годы мы посвятили в основном Чили и Аргентине. И вот в этом году мы приняли решение все-таки заняться Эквадором, потому что еще в 2007 году мне не удалось подняться на вулкан Чамбараса. Из-за высокой лавиной опасности я не поднялся, я уехал из Эквадора, и вот это у меня запало в душу, что я должен вернуться и должен это сделать. Мы поднялись в итоге на 4 вулкана. Первый вулкан был 4700 метров, второй вулкан 5150 метров, третий вулкан Катапакси, это был вулкан 5900 метров, и четвертый, это вулкан Чамбараса, вот 6300 метров. Наконец-то я могу больше не ездить в Эквадор. Почему у меня такое тяжелое дыхание, ты не знаешь, Арнольдыч? Мы на Катапакси. Каком на Катапакси? Мы на Чамбараса. 6300. 6300. Самая удаленная точка от центра земли. Прошу субтитить. Вышел какая-то высокая гора Эквадора. Мы вулкан Чамбараса. С какими еще метеорологическими трудностями столкнулись, когда на Катапакси поднимались? Катапакси у нас насильно потрепал, и у нас очень много сил отнял. Была практически такая буря, высокая влажность, ледяной пар намерзал на нас прямо, и он сковывал движение. То есть костюмы прямо замерзали, и надо было постоянно стряхивать в себя вот этот лёг. Как восхождение на гору и на вулкан отличаются? В Эквадоре, ну и в Южной Америке восхождение в основном совершается ночью, потому что днём достаточно серьёзная солнечная активность, и снег тает, и начинаешь проваливаться. Поэтому восхождение, вот на Катапакси мы выходили в час ночи, на Чамбараса в 11 часов вечера для восхождения, чтобы рано утром быть на вершине и начать спуск, пока снег не начал активно таять. Вы там берёте каких-то проводников местных? Когда это требует законодательства? Только тогда. Когда есть страны, в которых обязательно восхождение, какие-то восхождения, где должен присутствовать представитель этой страны. В Эквадоре там обязательное присутствие гида в восхождении. В Непале, когда совершаешь восхождение на вершины выше, там, по-моему, 7 тысяч метров, вот, то обязательно присутствие офицера связи. Законодательства стран беспокоятся о гражданах, о своих, чтобы они зарабатывали деньги. Вы, когда идёте вот на непростые восхождения, вы часто там встречаете вот таких горных туристов, которые в составе группы, которых привезли, они заплатили какое-то количество денег и сказали, я хочу покорить. Это сейчас практически в горах основной вид деятельности, именно вождение людей за деньги. Достаточно высокой квалификации гиды. Настоящий специалист, он может поднять человека практически хоть куда-то. Вплоть до Эвереста, ведь на Эверест тоже водят сейчас легко, и не принуждён в этом. Ну, какая, в принципе, у него должна быть подготовка? К условиям высоты подготовиться в условиях неравнинной местности невозможно. То есть нужно просто начинать. Начните с синюхи. Вот синюха в боровом. Получилось. Ладно, съездили на Алтай. Попробуйте Эльбрус, да, или там Казбек. Я в этом году, когда работал с группой на Эльбрусе, то вот рядом с нами совершала восхождение на Эльбрус первый раз балерина. Вот. И для неё это было настолько серьёзное испытание. То есть девушка худая достаточно такая, и вот она сходила на Эльбрус. Я понимаю, у неё там было эмоции, зашкаливало. Люди хотят какого-то экстрима. Ну, это на самом деле им кажется экстрим. Экстрим – это когда 50% должно погибнуть. Ну, на самом деле, вы же понимаете, что для вас экстремально, для профессионала он может это сделать пьяным спиной вперёд. И вы потом возвращаетесь, горы видите, как бы они достаточно серьёзное воздействие на человека. Такая нагрузка вообще, это же психологическая нагрузка, это эмоциональная нагрузка. И человек после вот этого, он возвращается, и вот что-то сделано. Это вот приблизительно как фильм, когда они Годзиллу убили, и вот они сидят, накрывшись одеялом, пьют кофе и думают, какие они герои, да. И вот так же ты, когда первый раз сходил на Эльбрус, ты спускаешься вниз, сидишь и думаешь, какой ты герой. Ты аж за 20 часов сходил на Эльбрус, хотя люди бегают на него за 2 часа. В этом доме до сих пор новогоднее настроение. Главный символ 2020-го прописался не только на ёлке, превратился в арт-объект и улетел покорять космические просторы. Автор, художница Наталья Мачулина, уверяет, каждая картина – это приключение. Никогда не знаешь, куда она приведет в финале. В бизнесе на основной работе ей приходится просчитывать планы и стратегии. Но в выходные у Мольберта ни тайм-менеджмента, ни обязательств. Она не на заказ пишет и не ради выставок. Встречается с собой, семилетней, когда впервые смешала краски и создала на холсте «Новый мир». Это у меня уже четвертая или пятая картина в серии. Это зеркала. Внутри планируется зеркало. Я каждый год рисую новогоднюю такую картину и вешаю ее потом на работе, что приносило счастье и удачу. Кстати, срабатывает. Хобби длиною в жизнь. В домашней галерее десятки работ. От студенческих – времен учебы на худграфе – до свежих, еще не дописанных. Наталья одновременно за 3-4 картины берется, и персонажи качуют с одной на другую. Эта муза неизменна. 8 лет назад неходячую Джулю с больными лапами Наталья забрала из приюта и заодно приютила на своих полотнах. Люблю больше всего животных своих рисовать. В каком-то окружении, в чем-то. В пейзажах, с людьми. Даже если портреты, то у меня в основном всегда с кем-то. Не просто человек, а он вот как муж у меня. Сразу со всем зоопарком. Все, кто были на тот момент, все с ним. Вот все, что у нас есть, все, что связано, все на этих картинах. Поэтому как бы и продавать-то их жалко. Я ж не продам, он Джулю как-то, ж друга не продашь. Этого рыжего друга подобрали в лесу с двумя другими котятами. Теперь любимец семьи Ван Гог украшает не только живописные полотна, еще и одежду. Зимой Наталья запустила арт-проект «Картина и как ее носить». Свои рисунки разных лет перевела в принты и создала коллекцию платьев, плащей, футболок и свитшотов с необычными расцветками. Сейчас регулярно пополняет гардероб, свой, родных и подруг авторскими вещами. Признается, пока не все готовы к таким дизайнерским экспериментам, но у ее творений своя аудитория, вне глянцевых стандартов. Главное, чтобы человек был в душе раскрепощенный, не закомплексованный. Человек носит на себе то, как он чувствует себя внутри. Сегодня о своем свободном времени нам расскажет дизайнер трикотажа и ювелирных изделий модель Ирина Бумагина. Еще в институте, в коллекциях очень много было кружева. Я его из искусственного шелка вязала. И это постоянно меня с института, наверное, и до сих пор. И всегда буду вспоминать, как человека, который сидит и вяжет эти кружева. Сложно, на самом деле, объяснить, как и почему. Просто в какой-то момент я нитку сменила по волокону. Я очень люблю кино. Я безумно люблю театр. Я готова там жить просто днями и ночами всегда существовать в театре. И для меня, особенно наш пятый театр, это дом родной. Я очень прошу у них все время завести мне какую-нибудь комнату и оставить у себя осколки памяти. На этот спектакль я ходила уже сто раз и еще сто раз пойду. Такой очень сложный спектакль, но он мой самый любимый вообще в принципе. У правды есть свой инсайдер. Слоган новой американской драмы «Темные воды». Фильм рассказывает реальную историю адвоката, который 19 лет сражался в суде с химической корпорацией, травившей людей опасными выбросами. Удалось ли герою победить систему? Узнаем в четверг. Оценить звучание сразу трех сопрано смогут гости музея имени Врубеля. В пятницу здесь выступят с концертом «Золотые голоса» Омской вокальной школы. Певицы, ставшие студентками Московской консерватории и ГИТИСа. Магический фолк-рок сыграет для своих фанатов в субботу группа «Нитленд». Музыканты из Калачинска, участники крупнейших мировых фестивалей, презентуют новый альбом. За кулисные интриги и борьба фаворита к тайме театральной жизни вне сцены раскроют в воскресенье актеры омской драмы. Главную роль в Водевиле Лев Гурыч-Синичкин исполнит народный артист России Валерий Алексеев. Осколки памяти соберут в пятом театре во вторник, 11 февраля. Документальный спектакль о захвате театрального центра на Дубровке – это исповедь трех героинь, чьи судьбы пересеклись в октябре 2002 года. Увидеть в одной экспозиции работы Алексея Либерова, Сергея Сочивка и Дамира Муратова могут посетители центра «Эрмитаж Сибирь» на выставке «Художники Омска. Избранная». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова